Ранее на нашем канале. Очень хорошо наблюдать и видно, как через поры проходит вода. Есть у меня натуральный кожаный кошелек. На нем видны вот такие вот поры, и все имеют очень разную форму. Это точно не натуральная кожа. И здесь мы с вами видим, как эта искусственная кожа просто отпрессована. Друзья, всем привет! С вами Кирилл. У нас сегодня на обзоре электронный микроскоп, который может увеличивать аж до тысячи раз. Забегая немного вперед, проверю. Ну и да, действительно тысячи раз, но с таким небольшим нюансом. И как всегда, обо всем по порядку. Вот такой вот интересный электронный микроскоп, который подключается по USB. Бывает много разных модификаций, даже есть иногда с автофокусом. Цвет черный, увеличение в тысячу раз. В наборе у нас сам USB микроскоп с кабелем. Маленький штатив или держалка, называйте как угодно. Шкала, которую вооруженным глазом не видно, только под микроскопом. И программное обеспечение, которое я уже установил. Ну и переходим мы к самому микроскопу. Здесь у нас есть крутилка, которая отвечает за фокусировку. А также две кнопки. Первая делает фотографию, а вторая отвечает за увеличение. Забыл добавить, что в наборе была вот такая заглушка. Прозрачная, наверное, чтобы пыль не налетала. Хотя есть предположение, что сюда также можно нанести, например, каплю. Или чего-то там размазать, например. Сюда мы ее с вами вставляем. И уже можно вот так вот портативно работать, даже не используя нашу подставку. Подключение через стандартный кабель USB. USB здесь у нас используется версия 2.0. Но также проверял и отлично работает с версией 3.0. Прямо на кабеле у нас здесь стоит регулировка. Она отвечает за яркость светодиодов в подсветке, которые встроены в наш микроскоп. Линейка на нашем столе лежит не просто так, а задался я вопросом проверить, на самом ли деле этот микроскоп может увеличивать в тысячу раз. Для начала подключим наш микроскоп. Сразу устанавливаются драйвера, которые шли вместе с программным обеспечением. Сразу после включения мы замечаем, что у нас включается подсветка, которая, как я уже говорил, регулируется с помощью вот этого вот набалдажника. Здесь у нас есть как минимальный режим, при котором вообще отключается подсветка, так и максимальный. Внутри это выглядит следующим образом. Это 8 SMD элементов и с двух сторон у нас такие вот большие блямпы олова. Видим отверстие. Это и есть то самое место фокусировки. Далее мы с вами переходим на компьютер и начнем мы с программы AMCAP. Подсветку включая на максимум. Это максимальная подсветка. На минимальной подсветке проверяем вот этот коврик. Он выполнен из матерчатого материала сверху. И далее мы с вами берем калибровку, которая покажет, какие настоящие размеры мы с вами получим, если увидим это на экране. Я использую светлую подсветку. Просто возьму повербанку. Она у меня вот такая вот яркая. Сейчас я буду проверять на 22 дюйма дисплей. До этого проверял на 27. Поэтому показания будут отличаться. Есть такая вот разлиновка 5 и 6. На самом деле это миллиметра. Вы видите, как крупно они у нас здесь отображаются. Сейчас с помощью линейки я замеряю, как по экрану у нас получается этот размер. Не буду замерять в точности до миллиметра. Просто возьму 14 сантиметров. Итого мы с вами получаем в 1 миллиметре 14 сантиметров. То есть и 140 миллиметров. Но так как у нас здесь имеется кнопочка зума, нажимаем на нее. И вы сейчас видите. Раз, два, три, четыре, пять. И мы доходим с вами до шестикратного увеличения. Это значит, что мы 140 умножаем на 6. И получаем с вами 840 миллиметров. Кто-то скажет, что увеличение в 1000х здесь слишком сильно завышено. Но все-таки нет. Так как есть у меня другой дисплей, который у меня имеет диагональ 27 дюймов. И на нем я получаю 180 сантиметров. Что согласитесь, уже неплохо. Что касается качества картинки, то конечно это не HD. Но вполне достаточно, чтобы рассмотреть то, что нам необходимо. Давайте попробуем рассмотреть палец. И так у нас выглядит увеличение 140 раз на экране. Но данный микроскоп поддерживает еще одно увеличение. Мы крутим его дальше. Уменьшаем. Вот такое вот увеличение. Ну и теперь с помощью линейки получаем 4 сантиметра. Это значит 40 раз. И возвращаясь к увеличению, мы получаем с вами настоящую 1000. Ну правда с цифровым зумом. На мое личное отношение, это неплохой микроскоп. Вы опять можете наблюдать, насколько четкая у нас получилась картинка. И шаг этой маленькой одной клетки составляет всего лишь 0,1 миллиметр. Также с помощью этой программки можно создавать фотографии. И после этого мы с вами получаем в просмотрщике картинку с разрешением 640 на 480. Еще раз продемонстрирую и увеличу вам, покажу палец. Очень хорошо наблюдать и видно, как через поры проходит вода. А также много грязи вижу на пальцах. Хотя вот просто глазом это незаметно. Есть у меня натуральный кожаный кошелек. На нем видны вот такие вот поры. Видно, что они никак не отпрессованы. И все имеют очень разную форму. У меня здесь есть вот такая вот вставка. Это точно не натуральная кожа. С помощью микроскопа мы с вами получаем вот такую картинку. Также еще хочу заметить, что я использую ни максимальное увеличение, ни про какие тысячекратные увеличения здесь даже не идет речи. Мы можем, конечно, еще прибавить, сделать второй уровень увеличения. И здесь мы с вами видим, как эта искусственная кожа просто отпрессована. Теперь, зная такие мелочи, я беру башмак, который было заявлено, что это полностью натуральная кожа. Ставим с вами микроскоп и проходим, смотрим, какие у нас здесь идут выемки. Вы, как и я, теперь видите, что они также отформованы. И это не натуральная кожа. А так выглядит носовая часть. А так выглядит пятка. После чего утверждать, что эти ботинки кожаные, даже как-то язык не поднимается. А пока я здесь тестирую батарейку. И попробуем рассмотреть, из чего и как состоит наша губка ветрозащиты. Очень много связи, а еще больше пустоты в этой губке. Именно поэтому она пропускает звук. И очень хорошо задерживает ветер. Теперь рассмотрим карандаш на бумаге. Как вы видите, бумага оказывается не такая ровная, как нам кажется. Поэтому карандаш оседает на ее бугорках. Распадается и оставляет картинку. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Попробуем увеличить еще сильнее. И вот как выглядит протертый грифель по нашей бумаге. А в этой части я вам показываю только то, что видно с микроскопа. Друзья, давайте мы сделаем так. Если кто-то догадается, что это такое, оставляйте ваши догадки и предложения. Возможно, вы уже знаете, что это в комментариях под этим видео. Предлагаю также посмотреть лук в сахаре. Пробую поменять цвет подложки. Судя по видео, кажется, что лук состоит практически из одной воды. А теперь, как я вам говорю, хочу использовать вот такую вот заглушку. Помещаем его по центру и вставляем сюда. Скажу я вам, что да, действительно так видно гораздо лучше и гораздо удобнее работать. И, кстати, можно менять цвет. Подложка у нас светлая или подложка темная. Можно менять масштаб, минимальный масштаб, максимальный масштаб. Упаковочный материал, вот такой вот вспененный полиэтилен. Также помещаем ее по центру. Вставляем. Это выглядит вот так вот. Следующим образом скажу, что картинка очень четкая. И видно, как действительно у нас вспененные вот такие вот небольшие шарики. Как будто очень много мыльных пузырей. Увеличиваем еще сильнее. И теперь мы с вами видим прямо очень крупно наши пузырики. На подоконнике отцвел цветок декабрист. При минимальном увеличении видим структуру. Надо учитывать, что у нас цветок уже завял. Сейчас мы увеличиваем при максимальном увеличении оптическом. И, как я уже говорил, в зависимости от подложки, например, вот моя рука светлая или темный коврик, мы меняем с вами картинку. Напоминает урок биологии, когда мы изучали пестики и тычинки. Теперь действительно хорошо и очень наглядно видно, из чего состоят у нас эти вот стебли. Чем-то, наверное, даже по цвету и по виду похоже на вытянутый лизун. Увеличиваю пыльцо. Видно, что она полностью пористая. В ней много-много-много отверстий. Не такая прозрачная. Отдает бело-желтым оттенком. Это большой плюс данного микроскопа, что он цветной. Он полностью справляется с поставленной перед ним задачей. Также мне очень понравилось качество сборки. Колесико в фокусировке очень тугое. Если его не трогать, оно не сбивается и не прокручивается само. Также меня радует, что здесь есть подсветка. Но все-таки дополнительный свет дает о себе знать, когда мы получаем с вами хорошую качественную картинку. Даже при таком небольшом разрешении. А на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, не забываем поставить пальчик вверх, если еще не успели подписаться на наш канал. И как всегда, до новых встреч. С вами был Кирилл. Пока-пока. Раз, два, три, четыре, пять. Я делаю первый раз, поэтому думаю, критика здесь излишняя. Признаться, я и сам не ожидал, что смогу достичь такого хорошего результата и уже в первый раз. Продолжение следует...